здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала вы на канале на кухню любами первым долгом хочу сказать я делала оладьи и мне многие задают вопросы а у меня есть ли у вас рецепт оладьи без дрожжей конечно же есть и сегодня по просьбе моих родных я приготовлю и соответственно вам покажу что действительно он есть значит что мне понадобится 400 грамм теплого кефира теплого такого довольно теплого не горячего но теплого сюда же я добавляю сразу почему-то в рецепте у меня написано не знаю там она затерта написано 100 грамм 100 миллилитров воды тоже комнатной температуры отправила теперь обратите внимание знаете хочу сказать чтобы оладушки получились такие знаете пышные вкусные не надо много добавлять яйца яйцо почему-то тут у нас так делает нам вред будем говорить а потому я добавлю всего лишь одну но не могу я без него значит одно яйцо вот оно щепотка соли обязательно и сахар сахар тоже если вы добавите много сахара это я знаю это наверное знают все пирожки выпечку то сахар садит тесто потому сахару добавляем две три столовые ложки я добавила три потому что ну никуда без сахара сейчас так вот это хорошенько перемешали там ложечкой перемешали соединили кефирчик водичку так хорошенько перемешиваем ну знаете так будет даже если венчиком будет еще лучше сейчас я возьму венчик ну и как уже видно обратите внимание что будет такая вот как пенка появляется значит кефир у меня это не имеет допустим особой там важности сколько один процент и полтора че у меня по моему два с половиной процента это не очень важно здесь хорошенько так вот забьем итак смотрите теперь добавляем муку я муку обязательно просеиваю вот как для любой выпечки для блинчиков имеет это значение в ладушках не имеет я просеиваю так меня учили и я это никогда не забываю сидит до 300 грамм муки но мука у всех разное потому будем смотреть по тесту ориентироваться по тесту я сейчас вам покажу сделаю покажу какое должно быть тесто потому ждем итак дорогие мои смотрите вот я замесила вот такое тесто вот оно должно вот так вот спадать вот определиться что оно готово этим секретом или как сказать не секретом а этим таким оладушкам пышным научила меня мама моего коли потому этот рецепт у нас данный мы готовим его просто знаете на дрожжах он как-то совсем другого вкуса а эти совсем другого то не можно даже чуть-чуть гуще но я думаю что этого будет достаточно теперь смотрите вот когда вы все сделали замесили тесто у вас готово добавляем пол чайной ложечки может чуть чуть больше соды добавили соды и сейчас это все хорошенько перемешаем итак смотрите хорошенько перемешала обратите внимание там такие появляются маленькие большие бульки так как будто бы как вот газировку добавили да вот значит вот таком состоянии дадим тесто постоять я накрою полотенчиком сейчас постоять минут 15-20 так сказать отдохнуть и потом начнем жарить итак дорогие мои тесто наше отдохнуло обратите внимание что после вот этого всего процесса больше теста мы не перемешиваем вот как она есть так она есть ложки берем любые такую такую большую маленькую и любите значит сковорода наша разогрелась похоже а шкварчит масло налила масло я налила коли обязательно потому что будем жарить на массе маслят налила прилично и ты меня не сбивая я все сама расскажу у меня работу такого подгалкивает я пока вот возьму деревянной ложечкой набираем все равно выброс ход колька ну что ты так говоришь и отправляем вот так вот смотрите они мне кажется они знаете форма у них лучше от деревянной ложки и вообще тесто любит деревянной ложечки масло прилично обратите внимание жарить будем на среднем огне сейчас все выложу и покажу вам так смотрите я начала переворачивать коля мой опоздал видите вот они какие пышненькие берем вилочкой я вилочкой вот так вот переворачиваю ну салфеточкой сразу протираю очень легко если вы там лопаткой можете вот смотрите какие красавцы получаются они прямо сдуваются потому здесь немаловажно дорогие мои что было много масла видите какие пышечки и так я сейчас нужно мне камера мешает здесь коля стоит и так я сейчас вот их обжарю и каждый раз я вытираю вилочку обратите внимание чуть-чуть только не против внимание что во всем виноват коля да 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 сейчас одну секунду смотрите сейчас переверну сделаю огонь немножко по уменьшу и обязательно накрою крышечкой еще на минуточку потому ждем итак дорогие мои смотрите вот такие обалденные оладушки пышнющие не могу вам передать буша сковорода зовет получились видите возьму те которые пониже потому что очень горячие да что показать смотрите какие пышные вот они уже эти уже практически остывшие обжаривается бачка хорошо потому что не пожалела масло масло не жалите жарим ну как наподобие как во фритюне такого фритюр ну пальчик масла чтобы они наполовину были тогда не видите такие вот получаются смотрите какие середине обратите внимание вот еще раз разорву вот такие вот пышненькие мягусенькие внутри конечно хочу рассказать сразу я давайте я попробую ладненько я себе уже приготовила вот шоколад что ты поскромничала я решила говорила моя бабушка извините меня кто в марши покаяться боже девочки эти оладушки не сравнить с дрожжевыми дрожжевые вкусные но вот эти оладушки они еще намного вкуснее пробуйте готовьте это очень очень вкусно потому пожалуйста заходите пишите комментарии ставьте лайк если не жалко на самое главное будьте все здоровы и счастливы еще не забывайте за тот колокольчик который я разбила потому что мне извините я его разбила но вы не забывайте нажимайте чтобы не пропустить очередные видео еще ж такие вкусняшки впереди а там пост постные блюда это вообще супер потому до свидания здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любани а значит у нас коли гостях на нашей кухне сегодня у меня оладушки но оладушки не простые а с яблочками очень вкусные потому хочу с вами поделиться рецептом и такими маленькими секретиками дорогие мои ну что ж начнем а то мне кефир остывает значит что понадобится сразу буду говорить и делать первый такой немаловажный секрет не секрет а просто такое правило для пышных вкусных оладушек нужно или надо всего одно яйцо яйца садят дорогим и садят тесто оладики будут вас поменьше яйца как и в бисквит их стараются ограничивать количестве одно яйцо и щепотка соли уже здесь я вот так вот миску пока уберу вот хорошенько вот так вот перемешиваю у меня есть рецепт где я конечно уже рассказывала но я думаю что не все это видели потому я повторюсь извините если кто видел но значит молодцы что вы это знаете дальше добавляю 3 столовые ложки сахара сахара добавляем немного почему опять же дать возможность тесту быть пышным а сахар опять же он садит тесто потому 3 столовые ложечки и ванильный сахар вот здесь вот ванильный сахар это пачечка там 7 бывает разные 7 10 грамм это не имеет значения может быть и вообще не будет если вы не переносите такой ванильный аромат можете просто и не ложить это на ваш вкус хорошенько это все взбиваем венчиком ну не так уж сильно долго там смотрите пару минуточек чтобы дым пошел нет не на подпаде зачем нам дым смотрите вот так вот взбили да что-то у меня венчик падает боже кто-то спешит на ладушке успех успех точно точно для молодец дорогие мы теперь отправляем 400 грамм кефира кефир любой может быть какой у вас есть желательно чем более подгулявший тем более лучше потому смотрите комнатной температуры я даже немножечко его подогрела такой знаете тепленький слегка тепленький и опять такой простой секрет не секрет но так вот такой вот рецепт 100 грамм воды независимо от того какой у вас кефир сильно жирный не сильно жирный но добавляем 100 грамм воды тоже такой тепленькой выше чем комнатная температура есть обычная не кипяченая нет простая вода здесь кипяченая можно кипяченая это ничего не поменять теперь я сюда сейчас вот так вот перемешаю объединилась и теперь я кефир добавляю яйцо и сахар и сейчас хорошенько хорошенько венчиком все взобьем итак все перемешала смотрите взбила теперь обращаю ваше внимание что жидкости у нас получилось 500 миллилитров 400 кефира и 100 воды ну яйцо я не считаю это там уж у кого там какое яйцо попадется теперь просеиваю муку муки я пока отмерила 400 грамм но буду добавлять частями бывает пойдет 400 бывает 350 бывает даже 450 я вам покажу какое будет текст текст текста тесто потому частями добавляем половинку потом еще половинку прям не будем уже по одной ложечке обязательно просеиваем дорогие мои смотрите вот видите как кефирчик работает боже красота и то и дело здесь соды еще здесь нет дорогие мои сода у нас еще в ожидании вот опять добавляю просеиваем и так я вам покажу какое будет тесто и сколько пошло муки скажу итак смотрите пошло тесто 400 грамм вот видите то есть муки показывай какое тесто молодец коля за это вот смотрите какое тесто должно быть оно должно вот так вот спадать никак не сливаться также с ложки вот спадает но это еще не все вы же видите у нас есть яблочки значит я взяла одну большой яблочко я его почистила она сладкая немножечко приправила вот короче шо это коричневая это корейца кто любит пожалуйста добавляйте так чуть-чуть там одна треть чайной ложечки это уже на ваш вкус может вы что-то другое добавить и может опять там сахар ванильный я не знаю и теперь мы опять это все перемешаем вот слегка смотрите значит почему яблока немного хочу заметить что если мы положим много яблочек допустим 23 яблочко будет вкусно но наши оладушки не поднимутся но не долго нет потому что они на соде тогда если вы хотите чтобы оладушки были более яблочные надо делать тесто на дрожжах а так вот смотрите перемешала вот теперь пришло время соде дорогие мои кто прокручивал там кто смотрел дорогие мои смотрите вот теперь я после яблок только когда хорошенько перемешала добавляю соду это тоже такой маленький секретик и нюансик будем говорить отправила значит пол чайной ложечки соды хорошенько это все перемешиваю хорошенько хорошенько вот потому что тесто густое потому надо так вот хорошо чтоб сода везде попала хорошо соединилась с тестом и что будем делать дальше а дальше все очень просто мы вот так все перемешаем накрываем полотенечком и дадим тесто отдохнуть я думаю минут 10-15 сколько позволит у вас время итак дорогие мы смотрите вот такое тесто получите какие пузырики вот сверху такие все значит сковородочка разогрета масло налито немало надо налить масло так чтобы как вам сказать чтоб половина оладушка была в масле тогда нибудь бачка поджаренную я уже рассказывал еще раз повторяюсь но чтобы меньше использовать масло берите спорт поменьше диаметром пусть будет это дольше зато вас будет меньше использована масло ты такая экономия значит еще такой нюансе как я говорила теперь вот смотрите ничего не перемешиваем как бы вам тут не хотелось ложкой помешать как мы обычно любим там знаете еще туда вставить ложку ни в коем случае мы теперь берем ложечку любую такую другую какую вы хотите аккуратненько буду набирать и отправлять на сковороду вот смотрите набираю в краешку вот так вот и вот таким вот образом выкладываю кругленькие длинненькие вот видите оно должно спадать вот так вот тесто вот обратите внимание и так же ничего дорогие мои ничего не перемешиваем вот так все аккуратненько складываем и так обратите внимание видите начинают от края ты кино видно что поджаривается да и так больше пузырьков берем вилочку вилочку и краешком вот смотрите куле так пока как бы не так что видно было вот поддеваем вот так вот вилочкой и можно салфеточкой чем раз и все не надо чтоб сильно брызгал или двумя руками бывает неудобно краешек вот берете вилочкой да и вот так на самый краешек раз и переложили ну а потом можно обязательно каждый раз протираю салфеточкой этот масло не масло а тесто чтобы оно не цеплялось потому переворачиваем накрываем крышечкой делаем огонь меньше и обжариваем до румяности потому ждем все покажу и так дорогие мои вот такая вот гора оладьи вели тарелка блюдо получилось скажу вам честно коля уже попробовал ну-ка коля что ты нас супер супер вкусно нежные вкусные знаете такие сладенькие хотя сахара немножечко на яблочко не кислая сладкая это супер но дорогие мои хочу сразу вам такую маленькая как сказать мою мою ушу совет мой смотрите ставьте вот так вот их видите вот бочком сразу как жарить и ставьте потому что когда вы их положите они такие нежные что не видите сразу вот прижимаются вот они как придавливается потому а бочком они все таки и вот так и остаются ну что вот это более такой прохладненький смотрите как будто показалось до яблочко не видно они видно почему потому что она вот они эти кусочки вот сразу видно вот и там просто они светленькие без предупреждения ну извините меня если коля сказал что просто то это уже стоит того что поверить очень вкусно к чайку мы вообще любим и с молочком и какао можно еще вареничком полить это тоже будет вкусно дорогие мои заходите на наш канал подписывайтесь ставьте лайк если не жалко пишите комментарии а самое главное будьте все здоровы будьте все счастливы мирного неба и вам и нам и всему всему миру мы вас всех обнимаем и всегда ждем до свидания здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню люба не а значит у нас были в гостях на нашей кухне сегодня я буду готовить так сказать вкусный завтрак который может быть и ужином вкусные такие будем говорить сырные оладушки или оладушки с сыром ленивые хочу курю название может быть разные главное что это очень вкусно значит приступаем пока ничего не остыло кефир должен быть такой теплый не комнатной температуры а даже немножечко теплее я подогревала вот он 400 миллилитров такой кефирчик подгулявший слегка сюда добавляю 100 миллилитров теплой водички дорогие мои знаю спросите для чего не знаю так меня учили так я делаю раз научили все сюда же добавляю столовую ложечку сахара но без горки такую это для цвета и для вкуса конечно потому что кефир кисловатый дальше одно яйцо 1 чайная ложечка соли без горки здесь уже и 1 чайная ложечка такая неполная куркумы для чего куркума потому как видите яйцо очень бледное такое желтовато а хочется чтобы тесто было такое красивое желтого цвета отправляю и сейчас венчиком хорошенько все перемешиваю и так перемешала обратите внимание какое желтенькое красивенькое тесто теперь отправляю 100 грамм сыр натертый на крупную терку и немножечко зелени укроп и совсем чуть-чуть наверное по столовой ложечки добавляю сюда и хорошенько все перемешиваю дорогие мы вот так перемешала теперь обратите внимание мука у меня просеянная потому просеивать уже не буду значит здесь 500 грамм но я вам скажу сколько пойдет возможно пойдет меньше должно быть такое густое тесто добавляю частями добавляю частями но я обратите внимание вот сейчас отправлю две ложечки и венчиком перемешаю вот теперь я отправляю еще две ложечки коли никуда не отходи вижу уже срываешься еще две ложечки сюда добавляю чайную ложечку соды прям на муку и теперь опять хорошенько это все перемешиваем итак обратите внимание вот такое густое тесто вот я замесила видите вот очень значит пошло 4 эти вот 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 такой густючий вот должно быть вот я его перемешала все больше трогать не буду значит оставим тесто дадим отдохнуть буквально 5-10 минут вот не более а потом будем жарить а пока ждем я все покажу кстати значит муки пошло 400 грамм итак дорогие мои сковородочка разогрелась ложечку намочила в растительное масло как хотите можете воду значит тесто не трогаем я уже несколько раз рассказывала набираем ложкой и отправляем на сковороду делаем такие пышненькие не маленькие дорогие мои вот такие видите должны быть плюс они обязательно еще поднимутся и так выкладываем все можем умакивать в растительное масло но тесто не трогаем ни в коем случае не перемешиваем ждем я вам все покажу итак обратите внимание сколько масло масло должно быть приличненько значит когда наши оладушки уже обжарили с одной стороны вот смотрите переворачиваем на другую сторону можно 2 ложечкой можно как вам удобно можно вилочку протереть и цеплять это уже это уже как вам удобно так вы дорогие мои и делайте оладушки супер огонь меньше среднего накрываем крышечкой вторую часть делаем когда перевернули делаем огонь еще меньше и жарим до готовности а пока ждем итак дорогие мои наши оладушки сырные очень вкусные буквально за 10 минут пожарила 10 минут чтобы это все заместить даже меньше и ну там постояли немножечко и 10 минут под пожарить такой вкуснятина скажу сразу что вкусно пышные сочные очень 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 смотрите и красиво вот они воздушные обратите внимание видите зелень если хотите можете добавлять больше меньше это по вашему вкусу сыра тоже кому сколько нравится главное что вот они такие вот смотрите видите какие пышные внутри еще парят очень вкусно очень очень все показала пышно вкусно ароматно зелени добавляйте по вашему вкусу ароматные всякие травы что вы любите заходите на наш канал подписывайтесь ставьте лайки если не жалко пишите комментарии а самое главное будьте все здоровы будьте все счастливы мирного неба и вам и нам и всему всему миру мы вас всех обнимаем и всегда ждем до свидания до свидания до свидания